Здравствуйте! В информационной студии Дарья Янко и коротко о событиях города и края. В Приморье продолжается информационная противопожарная кампания «Останови огонь». Одна из основных причин лесных пожаров – палы сухой травы населением. Помните, что нарушители правил пожарной безопасности могут быть оштрафованы. Если вы увидели пожар в лесу, незамедлительно сообщите о нем по телефону. Единый телефон службы лесного хозяйства по номеру 8 800 100 94 00. Также можно позвонить в лесничество по телефону 8 42 373 362 42 или в единую диспетчерскую службу 8 42 373 270 27. Мы продолжаем рассказывать вам о встрече Александра Теребилова и работников администрации с жителями села Сержантово, которая состоялась 14 марта. Помимо ужасного состояния дорог и детских площадок, сержантовцы подняли вопрос об освещении села. Местами установленные фонарные столбы не работают, а тех, что функционируют, недостаточно. Подробности в следующем сюжете. Вопрос по электроснабжению, то есть по электричеству по нашему поселку. Мы знаем, что в этом году должны сделать освещение нашего поселка, то есть поставить 30 фонарей. Примерно. Сколько, сколько, Эдуард Юсубов, у нас сержантов? Мы сейчас на Каменьке упадали, потому что мы собрали сейчас в перечень, да, там порядка 8 фонарей. Ну, что по вашему поручению, что много других, да, там порядка 8 фонарей. Нет, минутку, минутку, давайте так. Вот мы в Каменке в прошлом году на Родной Атристии по 3 фонарей поставили. Почему 8? Мы же решили не по 3, по 8 фонарей ставить, а по фонарей ставить, чтобы в достаточном количестве было. Ну, по черному сержантову, учитывая Каменьке. Есть сегодня возможность техническая? Техническая, да. Ну, все, значит, давайте так, чтобы в пределах 30 светильников сегодня, если есть столбы освещения, на которые можно установить, значит, не менее 30 светильников. Почему бы нет? И примерную дату, когда примерно будет это делаться. Примерную дату, чтобы люди знали. Чтобы больше этот вопрос закрыть, раз и навсегда. Мы сейчас на корректировку заходим, деньги заложены? В следующий месяц мы заходим на корректировку. В апреле? Да. Ну, смотрите, в апреле месяце заходим на корректировку. Апрель, май, июль, ну где-то. Июль, да? Да. Примерно. Где-то примерно так. Давайте так. Так, хорошо, значит, все поняли по освещению. У нас еще есть улица Курская, улица Приморская. На Приморской улице стоит 4 фонаря. Горит всего 2 фонаря. И это зимой. Сейчас, после вот последней стихии, я говорю, горело до этого, после последней стихии полностью вырубило все. Неоднократно. Мы обращались к Виталию Дмитриевичу. Он молодец. Он бьется до последнего. Какой проблем? Почему они не горели? Я извиняюсь. Почему они не горели? Потому что там... Вот там надо менять. Виталий Дмитриевич, ответьте. Это автомат, который... Да, потому что мы у нас говорили, вызвали, зазванивали с Морозова, по пакетникам. Нам помещал. Там стоимость пакетника. Нет, там всю сборку меняли. Стоимость, стоимость. Там все сгорело, Александр Михайлович. Там все сгорело, вот в этом щитке. Там надо все менять. Ответили так, когда зайдут делать полностью вот эти электричества, эти фонари, которые у нас здесь поставят, тогда начнут заниматься вот этим. Хорошо, давайте я выясню сейчас. Как стало понятно из диалога о том, что на улице Курска не горят уличные светильники, знал депутат села Сержантово Виталий Петряев. Однако он не донес эту информацию до администрации, которая услышала об этом, как стало ясно, впервые от жительницы села. При этом сержантовцы отметили, что этой проблеме уже много лет. Вопросы контейнерных площадок бытовых отходов, а точнее их отсутствие, которые, к слову, волнуют не только сельчан, эту проблему отмечали и жители других населенных пунктов округа, также затронули на встрече. Как пояснила местная жительница, на все село, население которого составляет около полутора тысяч человек, всего несколько контейнерных площадок. По помойкам, извините, как я не знаю, как правильно это можно выразить, я называю это помойка, натуральная помойка, потому что Мономахово, небольшой поселочек, там установили через каждый километр помойка на помойке. У нас одну единственную помойку не могут привести в порядок. Всю зиму, всю зиму летали эти пакеты, эти бумаги, неужели нельзя поставить сетку, сделать все как положено. Люди же платят деньги и деньги платят, не плохие. Куда это все девается. Значит, давайте так, по площадкам, да, по сбору твердых водовых отходов. У нас следующую работу проводим на территории Данигорска. На протяжении этих трех лет, наверное, установлено площадок, но не менее 60, да? Не менее 60. Давайте мы запланируем на этот год, площадку вам туда установим, но площадку закрытого типа. Две. Одну, две? Две. У нас еще возле Советская улица, там вообще рядом дома, рядом магазины, и вот это все разлетается, извините. А какой дом? Ленинская 4, наверное. Да, Ленинская 4, у нас еще вторая помойка на Советской. Там тоже не ахти, извините, машина не подъедет, все вот это грязь. Давайте мы запланируем две площадки и поставим. Елена Васильевна, там надо будет заявочку сделать. Ну, заявка должна быть от вас, да, от населения. Вы уже свяжетесь с отделом? Нет, там замена площадок. Я сегодня ответ получил. Они же действующие площадки, просто они меня сегодня уже в таком состоянии. Я ответ получил насчет этих площадок. Вот, сегодня. Будем горки. Согласен. И финансирование будут заменены. А на третью, которую я планировал по листву, по улице, там надо будет заявочку сделать. Как рассказал Александр Теребилов, следующая встреча с жителями села Сержантово состоится в апреле. Может быть, тогда сотрудники администрации и глава города будут более подготовлены и смогут не только дать примерные обещания, но и обозначат конкретные сроки ремонта дорог, установки контейнерных площадок и фонарей уличного освещения. А также дадут все ответы на вопросы волнующие сельчан. Законодательное собрание Приморского края совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края проводит четвертый региональный конкурс социально значимых экологических проектов «Чистая страна, какой я ее вижу». Принять в нем участие могут молодые жители региона в возрасте от 8 до 35 лет. На конкурс принимаются авторские работы, посвященные охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки, восприятию бережного отношения к природе и формированию экологической культуры населения. Всего организаторы предусмотрели 4 номинации. Заявки принимаются в Думе Дальнегорского городского округа до 17 апреля 2023 года. По адресу город Дальнегорск, улица Осипенко, 39А, кабинет номер 4. Подробнее об условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Дальнегорского городского округа дальнегорск.дфизмо.ру в разделе «Информация». В Дальнегорске много замечательных людей, которые своим трудом, работой или различными делами прославили наш город. Один из таких ярких примеров Сергей Васильевич Губанков – тренер по хоккею с более чем 30-летним стажем. Сегодня этот уважаемый человек отмечает свой 65-летний юбилей. И мы хотим рассказать вам о том, как начинался его путь в этом виде спорта и как его тренерские результаты принесли огромное множество побед дальнегорским хоккеистам. Подробности далее. Сергей Васильевич Губанков родился 22 марта 1958 года в городе Челябинск. Все детство он увлекался спортом, но будучи еще мальчишкой, открыл для себя именно мир хоккея. «Родился я в городе Челябинске, на Урале. Закончил школу среднюю, поступил в институт. Параллельно занимался хоккеем, спортом. Вообще, в детстве в различных секциях занимался, как свойственно всем молодым ребятам. Но он остановился на хоккей, сделал свой выбор. После института, который закончился в 1980 году, пригласили играть в Челябинске команду мастеров, в Челябинске металлург. В общем, играл достаточно успешно». Окончив Челябинский институт механизации и электрофикации сельского хозяйства, Сергей Губанков окончательно решил связать свою жизнь с хоккеем. «Мои знакомые, ребята, уехали играть на Дальний Восток, как раз в Дальний Горск. Дальний Горск тогда был очень спортивным городом. Гремел тут на все, ну, на Приморский край-то точно. И они готовились к хоккейному команду выставить в классе А. Были играть среди, на первенство, тогда еще Советского Союза в классе А. Мне позвонили, пригласили, собирали под класса для усиления от состава». У Сергея Васильевича богатая и насыщенная интересными событиями спортивная биография. В свое время он играл вместе со знаменитым лучшим российским бомбардиром Сергеем Макаровым, суперзвездой советского и мирового хоккея, который выступал за клубы «Трактор», «Челябинск» и «ЦСК Москва». В составе хоккейной команды «Трактор» Сергей Васильевич забивал шайбы, ворота соперника вместе с еще одним известным земляком, чемпионом, советским хоккеистом, защитником, заслуженным мастером спорта СССР Сергеем Стариковым. Среди именитых людей, с которыми удалось познакомиться Сергею Губанкову и Вячеслав Быков – советский и российский хоккеист, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России. Бывший главный тренер сборной России по хоккею. Безусловно, у таких товарищей по спорту было чему поучиться, а затем и передать накопленное по крупице мастерство своим воспитанникам. Начинал тренерскую карьеру Сергей Губанков в детской спортивной школе «Горняк», а затем перешел в спортивную школу «Вертикаль», где под его началом тренировались огромное количество ребят. Некоторые из них решили связать свою жизнь со спортом и пошли по стопам любимого тренера. Один из них – Андрей Гридин. В арсенале его спортивных побед – чемпионские титулы в краевых и региональных соревнованиях. Андрей связал свою профессиональную деятельность со спортом и тренировал команды в Хабаровске и Санкт-Петербурге. Он тренер высшей категории и один из тренеров команды МХК «Спартак» города Санкт-Петербург. Среди воспитанников Сергея Губанкова есть пример и целой династии. Семья Хиль, где сначала отец Павел Хиль занимался под руководством Сергея Васильевича, а сейчас занимаются его дети. В спортивную школу «Вертикаль» на тренировки к Сергею Васильевичу приезжают ребята со всего города. Сейчас под его руководством занимаются около 50 учеников. Три различные возрастные группы, которые добиваются прекрасных результатов как командно, так и в личном зачете. На каждом турнире практически у нас дети или становятся или лучшим вратарем. По последнему лучший вратарь это Аркатов Ярослав. Лучшие защитники это Шиш Алексей, по последнему Шиш Алексей, Слизин Максим, это старшая группа. Лучший нападающий Пешков, Илья, Матвиенко, Ваня, Клюз, Александр. Последний от младших. Так вообще стал лучшим бомбардиром Черных, Савелий. Так что ребята перспективные. Родители, которые приводят своих детей в секцию хоккея к Сергею Губанкову, отмечают его как очень внимательного тренера, способного найти индивидуальный подход к каждому своему ученику. Может быть в этом отчасти кроется успех и те высокие результаты, которые приносят юные хоккеисты, прославляя наш город не только на весь Приморский край, но и на всю страну. Мой ребенок сейчас, можно сказать, дохаживает у нас последний год, когда мы можем ездить на соревнования, участвовать по году, а так в год он все равно продолжает ходить на тренировки. Мы тренируемся, мы и зимой ходили, и сейчас ходим по футболу и тренировке, так что еще продолжаем заниматься. А как долго Вы занимаетесь под руководством тренера? С под руководством тренера, наверное, более четырех лет, может быть где-то около пяти. То есть ездим на соревнования, выступаем здесь, ездили на России, также на соревнованиях, то есть участвуем везде. Сергей Васильевич как тренер нравится очень, он внимательный, очень, каждому ребенку у него свой отдельный подход. Где-то, да, бывает он хрубает, бывает есть за что, как бы сами, как родители, тоже понимаем это. Поэтому мне очень нравится, он всех их любит, всех их уважает. Я думаю, как бы ребята тоже к нему относятся с уважением, с любовью. Также, как и родители, все у нас тоже очень благодарны ему за наших детей. И это то, что он воспитывает их, тренирует, вселяет в них уверенность, в их силу. Поэтому мы очень признательны, мы благодарны. Сергей Васильевич отмечает, что нынешнее поколение детей отличается от тех, кого он тренировал в начале своей карьеры. Сказывается на это и влияние различных гаджетов, и общая смена тенденции спорта на другие области. Однако родители воспитанников, заинтересованные в развитии своих детей в хоккее, делают упор на спортивное воспитание, на дисциплину и стремление достижения высоких результатов, что, несомненно, дает свои плоды. Юные хоккеисты, которые занимаются в настоящее время, несмотря на то, что в Дальнегорске нет искусственного льда, а значит тренироваться можно ограниченное время в году, добиваются высоких результатов. Выиграли в сезоне 2021 года. Это значимый такой кубок, добрый лед. Это проводится как бы неофициальное первенство России среди команд, не имеющих своих искусственных площадок. До этого мы первый этап выиграли в Находке, заняли первое место. Потом в зону Сибири и Дальнего Востока, в Новобурейске была, там заняли второе место. Но по положению две команды, первая и вторая, выходили дальше в финал. Мы поехали на финал в Санкт-Петербург, там обыграли всех, заняли. Первое место. Ну, здесь на краевом уровне мы постоянно, уже на протяжении лет десяти, в тройке призеров, по трем возрастам, хочу сказать, в крае ни одного тренера, наверное, нет такого, что мы по трем возрастам постоянно занимали призовые места. В прошлом году первое место средние заняли группы, в девятый и десятый год завоевали право участвовать в всероссийских соревнованиях. До этого 2003-2004 ребята, года рождения ребята, то же самое, выиграли перед Сокраем и поехали тоже на всероссийские соревнования. Ну, вот в этом году уже тоже старшие ребята призовое место завоевали. Не получилось, конечно, в тяжелой борьбе проиграли, там, по бури, там. Средние тоже бились, бились за десять секунд до конца, пропустили Шаеву, заняли второе место. Но, тем не менее, четверых старших наших детей брали в краевую, ну, сборную, скажем, края, которая на базе команды «Восток», Чуговка ездили тоже на всероссийские соревнования. И средняя группа на базе команды «Кедр», красноармейский район, шесть человек тоже ездили на всероссийские соревнованиях, так что, как бы, успехи есть. Несмотря на то, что тренировочный сезон на льду в Дальнегорске короткий, с начала декабря по февраль спортсмены-хоккеисты вне сезона занимаются футболом и общеспортивной подготовкой, а также принимают участие в соревнованиях «Кожаный мяч» и занимают там призовые места. Достижения дальнегорских мальчишек в хоккее можно смело связать с мастерством тренера Сергея Васильевича Губанкова, который приехал в Дальнегорск, чтобы играть в команде «Горняк», но стал настоящим примером трудолюбивого человека, отдающего всего себя любимому делу, передающего свои знания и опыт подрастающему поколению и по сей день. Коллектив нашей телекомпании от всей души поздравляет Сергея Губанкова с юбилеем. В этот важный день хочется пожелать вам всех благ, крепкого здоровья и, конечно же, огромного счастья. Пускай ваша жизнь будет наполнена только хорошими новостями и положительными эмоциями. Оставайтесь таким же мудрым и справедливым, жизнерадостным и всеми любимым. С праздником! Хотели бы поздравить его с юбилеем, пожелать ему самое главное – здоровья, потому что в наши времена сейчас здоровье главное. Успехов, успехов с ребятами, успехов с соревнованиями, терпения, везения, потому что всякое бывает, но всего хорошего, самого-самого доброго. Поздравляем нашего тренера Сергея Васильевича с днем рождения. Счастливого. Счастливого. Богатство и любви. Денег побольше и тренировок. И чтоб вы еще долго тренировали. Крепкого здоровья. Здравствуйте. Поздравляем! 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 Дорогой и уважаемый, мега-супер, просто мега-супер наш тренер Сергей Васильевич. Разрешите от всех ваших воспитанников, всех ваших деток, хоккейной команды «Вертикаль», а также от всех родителей в лице меня, как уже повелось называть «Мама хоккея», поздравить вас с днем рождения, с юбилеем. Конечно же, мы хотим вам пожелать крепкого, просто наикрепчайшего здоровья, двигаться так же уверенно вперед, к победам, к цели, добиваться и быть всегда на высоте. Ну а мы всегда, мы всегда будем с вами рядом поддерживать вас, потому что такие детки, такие воспитанники, такие родители и вообще такая команда, это только здесь, в команде «Вертикаль», и все это благодаря вам и только вам. А мы всегда готовы идти рядом с вами и во всем вам помогать. Принимайте все поздравления, которые сейчас прозвучат, только для вас и только ради вас. С юбилеем! Уважаемый Сергей Васильевич, поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья, здоровья, успехов, долголетия, успехов в вашем нелегком тренерском труде. Сергей Васильевич, добрый день, поздравляем вас с днем рождения, желаю вам всего наилучшего, здоровья, главное, радости в жизни, новых побед, успехов во всех начинаниях, талантливых воспитанников, с наилучшими пожеланиями, команда «Кедр». Поздравляем здоровья, всего наилучшего в жизни. Сергей Васильевич, поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем, здоровья тебе, самое главное, удачи, всех благ, всего самого хорошего. Давай. Сергей Васильевич, поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья, счастья, успехов, спорти, всего вам самого наилучшего. Сергей Васильевич, поздравляю вас с вашим юбилеем, с вашим Новым годом, желаю вам здоровья, желаю вам хороших рядом с вами ребят, у которых будут новые победы под вашим чутким руководством. Будьте счастливы, берегите себя, мирного неба, всегда рада вас видеть у нас на ледовой арене. Сергей Васильевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем, желаю всего вам самого-самого наилучшего. Продолжайте заниматься тем же делом, которым вы занимаетесь всю свою жизнь. Очень много хороших воспитанников у вас, хороших ребят, и взрослых, и маленьких. Здоровья, самое главное здоровья, и чтоб все у вас было замечательно. Сергей Васильевич, поздравляю тебя с твоим юбилеем, желаю всегда оставаться преданным любимой профессии, всегда быть примером для подражания и достигать новых высот. Пускай у тебя будет больше сил, здоровья и творческого вдохновения. Уважаемый Сергей Васильевич, разреши от хоккейного клуба города Уссурийска лично поздравить тебя с твоим юбилеем, пожелать тебе долгих лет жизни, здоровья, успехов спортивных своей команды. Ты все время в спорте, поэтому продолжай и долгих-долгих лет тебе жизни. Дорогой наш любимый Сергей Васильевич, поздравляем тебя с юбилеем, желаем тебе крепкого здоровья, успехов в твоем тренерском деле, всегда быть первым, успехов твоим пацанам, пускай у них будет удача в руках. Желаем тебе, чтобы ты больше в космос не улетал, потому что мы переживаем за тебя. Мы любим тебя и крепко обнимаем. Семья Пономаренко. Сергей Васильевич, поздравляю вас с юбилеем, крепкого здоровья вам желаю, семейного счастья, благополучия, профессиональных, спортивных успехов, побед, оставаться как можно дольше таким же активным, позитивным тренером. Всегда приятно вас видеть, общаться с вами, хорошего вам настроения. Сергей Васильевич, хочу поздравить вас с юбилеем, поздравляю тебя с кокейной арены, это как-никак для тебя похоже. Вот, хочу тебе пожелать здоровья, счастья, удачи тебе, всей твоей семье. Ты знаешь, знаете очень давно, есть такие слова из очень известной песни. Какие играют настоящие мужчины? Так вот это про тебя, с юбилеем для тебя. Уважаемый Сергей Васильевич, я от всей души поздравляю вас с этим знаменательным и замечательным событием в вашей жизни, юбилеем. Юбилей – это прекрасный повод, когда есть время остановиться хотя бы на мгновение, задуматься о том, что интересного и прекрасного было в вашей жизни и наметить планы на будущее. А я думаю, что планы у вас впереди грандиозные. Поэтому самое главное вам – здоровья, востребованности, чтобы ваши ученики всегда вас прославляли, чтобы доставляли радость и одерживали победу на матчах на хоккейных, вне зависимости от их ранга. Будьте здоровы, мы вас очень ценим и уважаем. С юбилеем! Сергей Васильевич, уважаемый, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем, желаю тебе крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что ты есть, что мы с тобой сколько лет проиграли вместе. И я очень дорожу нашей дружбой за то, что ты занимаешься детьми. 50 человек в Дальнегорске. Дай Бог тебе крепкого-крепкого здоровья и всего хорошего. Сергей Васильевич, поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе, дорогой, чтобы всегда твои команды побеждали. Развивался Дальнегорск. Дальнегорск будет скоро арена. Надеюсь, что ты своим опытом поможешь в развитии хоккея в Дальнегорске. Все, будь здоров, Сергей Васильевич. Дорогой Сергей Васильевич, от всей души хотел бы поздравить вас с юбилеем от себя и от всей семьи Гридина. Прежде всего, я узнал вас как друга семьи и игрока команды Горняк-Дальнегорск. И уж потом вы стали моим тренером. На протяжении всей моей спортивной жизни я всегда ощущал ваше присутствие. Давно Сергей, хоккеист Сергей Губанков подарил мне шлем. На тот момент это была самая новая модель, которая могла быть. Уже тогда вы готовы были больше отдавать, чем брать от всех. А это, конечно, дорогого стоит в тренерской работе. После, уже став тренером, моим наставником делились своим опытом и помогали мне в моей спортивной карьере. Сейчас я понимаю, насколько сложная и порой неблагодарная работа тренера. Тем более, в таких условиях, в которых находитесь вы. Я восхищаюсь вашим профессионализмом, вашей стойкостью, что за столько времени вы не бросили это дело. Продолжаете вдохновлять, влюблять мальчишек в хоккей и нести эту профессию с большим достоинством. Что я хотел бы пожелать? Благодарных воспитанников, уверен их очень много. Но хотел бы, чтобы они осознали, что вы для них делаете не только на льду, но и даже в большей степени вне льда. Конечно, воспитать преемника, которому можно это все передать, большое и нужное дело. Ну и, конечно, крепкого здоровья, положительных эмоций. Я вас обнимаю. Я вам очень благодарен. И до встречи в Дальнегорске. Сергей Васильевич, дорогой, от всей души поздравляю вас с днем рождения. И не верю этим цифрам. И вы не верьте. Это неправда. Мы в душе молоды и всегда остаемся молодыми. Спортсмены тем более. Вы находитесь в такой атмосфере среди людей, среди молодежи. Все вас любят, обожают и желают вам добра и всего самого доброго и хорошего. Спасибо вам огромное за вашу отдачу, за вашу любовь, за ваше терпение, за тех деток, которых вы воспитываете. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Я думаю, ко мне присоединятся все, к моему пожеланию и к желанию видеть вас в здравии, видеть вас веселым, добрым, улыбчивым. Пусть будет так. Я вам этого желаю и всему вашему окружению. Спасибо вам, дорогой. С юбилеем! Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин